Книга «Открытым оком», тема мусульманства, 29 том, вопрос 3999. Как мусульман сумели убедить своих женщин носить их мешковатую форму хиджаб? Они же не ходят в мечеть или им проповеди дают слушать? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Беру только малую часть того, что находят в интернете. Разные бородатые проповедники, шейхи, усов нет, сбриты, говорят проповеди. А женщины могут дома или в отдельном зале их смотреть по телевизору, так и объяснили. Вот выступления разных их проповедников об одежде. Впечатляет. Куда там нашим попам? Слабо. Эти не ищут славы человеческой и не угождают распутным нравом. Нам бы таких на благовестие любую стену китайскую прошибут. И таких добрых, искренних проспали монахи. Даже вообразить невозможно, если бы этот миллиард был ныне православным. Кавычки открыты. Она пренебрегла приказом владыки, женщины и, приточи, лето. Ты должна становиться сама собою. Вставай, вставай, достойная сестра. Побойся Аллаха, сестра, побойся нашего Господа. О, пророк, скажи твоим женам, твоим дочерям и женщинам верующих мужчин, чтобы они опускали на себя свои покрывала. Так их будет легче узнавать и не подвергнут оскорблению. Аллах прощающий, милосердный, женщины и, многоточий, лето. На улице тепло, и я со стыдом говорю, что видеть это ужасно. Мы обращаемся к женщинам. Бойтесь Аллаха, бойтесь Аллаха нашего Господа. Я боюсь, что ты будешь испытана в наши дни много тяжелых испытаний и болезней в обществе. Закрой себя, сестра моя, пока не спустилась на тебя наказание от Господа. Клянусь Всевышним, тот молодой человек, перед которым ты красуешься, он тебе не поможет, когда будешь ты лежать в гробу. И даже если вы очень сильно друг друга любите, когда ты будешь в могиле, он тебе не поможет. Даже если ему предложат большие деньги, чтобы провести хоть один час с тобой вместе в могиле, он откажется. Только твои благие дела помогут тебе там. А для женщины самое главное из благих дел – это хиджаб. Господь приказывает женщине прикрывать себя. Значит, одеть хиджаб, а она отвечает – нет. После этого она становится грешницей. Почему? Потому что она отвергла повеление владыки. Ведь Аллаху не говорится – нет. Мусульманка не должна говорить – убедите меня в обязательности ношения покрывала. Это не имеет смысла. Она должна была до этого попросить – убедите меня в исламе, когда мой дорогой брат Мухаммад Хасан был в Америке. К нему пришел молодой человек, который принял ислам. Шейх Хасан спросил его – кем ты был до ислама? Юноша ответил – иудеям. Шейх спросил – а твои родители? Он ответил – они строго придерживаются иудаизма. Шейх сказал – приведи их сюда, мы призовем их к исламу. Юноша ответил – мой отец уехал, дома только мать. Шейх сказал – приведи ее тогда. Через несколько дней юноша пришел с своей матерью и на ней была косынка. Они подошли к шейху. Шейх удивился и спросил – она уже приняла ислам? Юноша ответил – нет. Шейх спросил – почему она в косынке? Он ответил – ей стыдно появляться перед исламскими учеными неприкрытой. Она делала эту косынку специально, чтобы появиться перед шейхом. В этом урок для каждой сестры мусульманки, которая не носит хиджаб. В еврейке стыдно перед человеком, а разве не стыдно тебе перед Господом? Людей. Сестра, сделай на один момент искреннюю установку сама с собой. И по воле Аллаха ты придешь к следующему выводу. Я служу Аллаху. Святой Он и Велик. Я подчиняюсь полностью тому, что Он мне приказывает. Я не могу отбросить повеление нашего Господа. Я не могу отбросить повеление пророка. Сал Аллаху алейхим васалам. Если Он приказывает мне одеть хиджаб, то все. Я одену хиджаб. Ты любишь пророка? Сас. Ты хочешь помочь его призыву? Ты хочешь помочь исламу? Одень хиджаб. Клянусь Всевышним. Это будет величайшей помощью исламу. Всевышний говорит. Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии им решения. Если Аллах и его посланник уже принял решение, а кто ослушается Аллаха и его посланника, тот впал в очевидное заблуждение. Кавычки закрыты. О, пророк! Скажи твоим женам, твоим дочерям и женщинам верующих мужчин, чтобы они опускали на себя покрывало. Джильбаб. А покрывало Джильбаб – это одежда длинная, просторная, не облегающая, непрозрачная, без парфюмы и не одежда люкс. Это условие шариатского покрывала или шариатского хиджаба для сестры-мусульманки. Не давай сбить себя с правильного пути. О, сестра моя, высочайший пример это Хадиджа, Аиша, Умхабиба, Зейнаб, Захра и другие праведные сподвижницы. Ты любишь Аллаха? Если ты действительно любишь Аллаха, одень хиджаб. И я обращаюсь ко всем сестрам. Если ты действительно любишь Аллаха, то всю ночь будешь думать и переживать, как будто ты ходишь по огню. Говорят, говоря сами себе, я надеюсь, что наступит утро, и я отправлюсь покупать хиджаб, чтобы одеть его. Встань, о моя достойная сестра. И объяви всем, что ты одета. Соответственно, чистым и скромным повелением пророка Мухаммеда. Титу, вторая глава, третий стих. Чтобы сталицы также одевались прилично святым, не были клеветницами, не порабощались пьянству, учили добру. Первый Петра 3, с 3 по 4 стих. Да будут украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце от человека в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Первый Тимофей 2, 9. Чтобы также жены в приличном одеянии, соцедливо и целомудрием, украшали себя ни плетением волос, ни золотом, ни женщугом, ни многоценной одеждой. Стихотворение Помилуй Бог кого-то обвинять, своих незнаний лень и безразмерный, благоухать труднее намного, чем вонять, прослыть порядочным приятнее, чем стервы. Адам на Еву скинул промах свой, мол, наградил же Бог такой обузой, задал своим ответом всем кроссфорд, но тот ответ промашкой мимо лузы. Про Еву столько песен толстых книг, а ей хоть хны для змея наживку, и хныкает скукожись вмиг. Змей виноват, раскаялись не шибко. Что говорит, с тех пор так повелось, любой пенчушка долбит в головинку, сгубила жизнь, на ней срывает злость, во всем лохудра утлая повинна. С нее, как с гуси, тяжкие упреки, удары крепкие и спереди, и сзади, со змеем связи еще ненароком, ищет ненароком, и в детях столько подлости нагадит. А нужно бы восстать им с позаранку, молитвой дьявола по черепу гвоздить, дракон в петух не причинил бы раны, и муж без устали не стал бы бороздить. Виновна и вины не отрицать, душой с Евой мы как одногодки, с молитвой и постом на шерсть спадет роса, за веслами не в разнобой бы в лодке. А мужу не на немощи пенять, но твердо на молитве закрепиться, и не жену разгорячать пенять, при том при детях пьяным материться. Вина моя засох мой виноградник, у телевизора продавливало диван, Бог гарантирует после работы праздник, зови других, то благовестием зван. 2008 год, Игнатий Тихонович Платкин.